Вы считаете, что смех продлевает жизнь? Вы помните, в советские времена распространено было. Столько-то минут смеетесь, на столько-то лет продлеваете свою жизнь. Но, вы знаете, современная наука, исследования на тысячах, на сотнях тысяч людей, не доказала, что смех продлевает жизнь. Вы думаете, есть противоречия? Никакого. Помните, в здоровом теле здоровый дух. Так вот, для здорового тела смех приносит здоровье. Просто уровень здоровья за последние десятки лет резко уменьшился. А те заболевания, которые могут сокращать продолжительность жизни, когда вы смеетесь, они резко участились. И вы должны знать все 11 факторов, которые я скажу во время этого видео. Любой из них может сократить вашу жизнь, в случае, если вы, ну, не скажу улыбнулись, но хорошо посмеялись, всласть. Поэтому смотрите видео до конца, и вы узнаете, как смеяться правильно, используя для вашего здоровья. И самое главное, безопасно. Ну, если вы, в принципе, до сих пор смотрели на меня и улыбались, я могу сказать вам, что, в принципе, более-менее хорошо у вас мозг снабжается кислородом, питательными веществами, водичкой. И, в принципе, относительный порядок в вашем организме есть. Но, относительный порядок. Потому что улыбка, это не такая большая, значительная нагрузка, как смех. Все-таки, когда вы смеетесь, это гимнастика. Достаточно интенсивная. И у вас должен быть определенный уровень здоровья, выдержать эту гимнастику. Вы знаете, для кого-то гимнастика это, не знаю, там, часа два в тренажерном зале или в фитнес-клубе. А для кого-то гимнастика моргание и дыхание. И уже нагрузка, уже возникает одышка. Поэтому тут, говорится, две большие разницы. Поэтому вы должны это понимать. Потому что, что такое смех? Вы напрягаете мышцы брюшного пресса и поджимаете диафрагу. Фактически, что вы этим делаете? Вы делаете такой последовательный выдох. Ну, есть похожая гимнастика, я так понимаю, Стрельникова. Она прообразом своей гимнастики взяла именно, собственно, смех. Что это вам дает? Это вам дает одну интересную ситуацию. Это уже нагрузочная процедура. На вашу систему кровообращения. Потому что, когда вы делаете такой длительный, фактически, выдох, у вас появляется легкая гипоксия. Если есть анемия, то вы это можете почувствовать. Или наоборот, обратная ситуация. Когда высокая вязкость крови. Когда в крови много эритроцитов. То есть, более 4,5 миллионов эритроцитов. И гемоглобин выше 150-160. Если вы не занимаетесь тяжелым физическим трудом. Это полярные ситуации. Результат примерно один и тот же. В обоих случаях в организме есть гипоксия. Организм просто по-разному реагирует на нее. Но она есть. И смех может ее проявить. Возможно, закружится голова. Может даже головная боль появится. Это все понятно. Потому что, в данном случае, ваша речь не выдерживает. Но это мелочи. В связи с тем, что может быть. Потому что, по большому счету, когда вы смеетесь, тут важно что? Иметь чувство разумной достаточности. Понимать эту ситуацию. Что когда вы смеетесь, да. Вы фактически делаете выдох. Потом вы должны сделать хороший вдох. И смеетесь с удовольствием дальше. Тут без проблем. Очень важный момент. Работа сердца. В этом случае. Если вы можете смеяться. Долго. Без особенностей. Это говорит о том, что, в принципе, сердце ваше в более-менее приличном состоянии. Тем, у кого есть ишемическая болезнь сердца. Тем, у кого есть атеросклероз. У кого есть миокардиодистрофия. Кардиосклероз. Я бы им не советовал. Смеяться долго. А больше все-таки улыбаться. То есть, перейти на более низкий уровень активности для сердца. Потому что тут нагрузка может закончиться приступом стенокардии. Или обострением сердечной недостаточности. Разные варианты возможны. Потому что диафрагма это венозное сердце. Да, она дает кровь сердцу. Она должна давать регулярно. А вы выжимаете, выжимаете, выжимаете и провоцируете гипоксид. Что еще очень важно понимать. Что все-таки вы дышите более глубоко. И чаще всего дышите не через нос, фильтруя воздух. А через рот. И тут вы должны понимать, что воздух, который вас окружает, должен быть более-менее чистым. То есть, чем меньше там будет пыли, чем меньше там будет бактерий, тем лучше для вашего организма. То есть, вы фактически можете без таких, без особого ущерба для своего здоровья смеяться. В поле, в лесу очень хорошо. Прекрасно. В горах хуже. Там гипоксия. Там малое содержание кислорода во вдыхаемом воздухе. А там смех может проверить ваш организм на прочность. Поэтому вы это должны понимать. Но такую дыхательную гимнастику в чистом воздухе не вопрос. В помещении, кстати, тоже можно сделать воздух более чистым. Если вам нужна такая информация, пишите, звоните. Что еще вы получаете? Понятно, что мышцами брюшного пресса вы фактически активируете отток крови от органов брюшной полости и, самое главное, печень. Здесь активируется кровообращение и вы улучшаете работу печени. Но! В том случае, если вы здоровы. Если у вас есть жировой гепатоз, стоят гепатит любого происхождения. Может быть медикаментозный, может быть алкогольный, может быть не алкогольный. Неважно какой. Печень у вас находится в состоянии воспалительного процесса. Я уже не говорю про хронические гепатиты. Здесь нужно очень аккуратно использовать. Почему? Потому что прижимание, фактически, обжатие сердца с одной стороны, сверху, это диафрамма, снизу мышцы брюшного пресса. Печень находится между ними. Воспалительный процесс может усилиться, а анализы могут ухудшиться. Это тут нужно понимать. Точно так же, как невоспалительное заболевание такое, называют доброкачественное гипергалирубиномия или синдром Жильбера. Там тоже нужно очень аккуратно это делать, потому что вот тут заливисто смеяться нельзя. Я бы советовал людям больше улыбаться. Это тоже улучшает настроение и в меньшей степени нарушает работу печени. Потому что смех на фоне этих заболеваний, если вы их не вылечили, не подлечили, это движение через фиброз в цирроз печени. И дальше у вас на счету должно лежать там 1050-60 долларов, для того, чтобы вы могли пересадить печень от доноров. Зачем вам это надо? Зачем такие расходы нужны? Берегите свою печень, смейтесь правильно. Если есть заболевания, их нужно своевременно лечить. Что еще вы улучшаете? Что вы изменяете? Вы изменяете работу почек. Понятно, что когда мышцы брюшного пресса напрягаются, увеличивается внутрибрюшное давление, и приток крови к почкам, в принципе, должен увеличиться. Но! Вы знаете, почки очень интересный орган. Они берут кровь столько, сколько им нужно. Они способны регулировать артериальное давление, поэтому смех особо не улучшит кровообращение в почках. Он скорее проверит совершенно иную тему. Потому что отток венозной крови идет под более низким давлением. И повышение внутрибрюшного давления приводит к тому, что немножечко затрудняется отток крови от почек. Если в почках есть гламеролонефрит, он может обостриться, причем достаточно серьезно. Поэтому вы это должны понимать. Больше того, если вы неправильно питаетесь, если вы не знаете, что такое правильное питание, водный режим, у вас в почках могут лежать как минимум соли. Называемый солевой диатез. Идете на УЗИ, смотрите, вам УЗИ, говорите, ну что, как у всех. Вот перед вами был, и следующее за вами тоже наверняка будет. Эхо-позитивные включения такие. Песочек в почках. Это у всех сегодня. Да, у всех с 20 лет, если люди практически не понимают, как правильно, какое питание нужно обеспечить своему организму. Будут лежать там соли, будет лежать там песочек. И хорошая порция анекдотов и хорошая порция смеха может привести к тому, что такая тряска приведет к тому, что песочек может пойти. И после того, как вы в слазь посмеялись, у вас может обостриться цистит, у мужчин простатит. То есть эти ситуации нужно просто понимать. С одной стороны, если вы смеетесь правильно, то есть вы посмеялись, после этого обильное употребление жидкости, это может быть сок, узвар, компот, может быть кофе, может быть чай. То есть вы дали воду и встряхнули систему, а потом хлоп, водичкой вывели. Прекрасно. Тогда солевой диатез, скажем так, через небольшое обострение, в принципе, у вас заканчивается. Потому что следующая стадия, вы же понимаете, песочек, он имеет тенденцию укропняться, появляются мелкие, потом крупные камни. По дороге пила нефрит, и чемпион по осложнениям со стороны почек, это почечная недостаточность. Движение простое, начинается с мельчающих крупинок, которые вы не знали, как от них избавиться. Теперь вы знаете. Посмеялись, водная нагрузка, и ваши почки чисты, вы опять можете вести, в принципе, не самый спокойный образ жизни, активно не поддерживая, скажем так, правильное питание, ну, до следующей порции смеха. Но важно этим не злоупотреблять, потому что если там песочек, это хорошо, а если там камушки, тут возможные варианты, вы можете оказаться на столе уролога. Поэтому тут нужно аккуратно этим пользоваться, и правильно, целенаправленно пользоваться. Что еще вы получаете? Седьмая фактически позиция, это массаж органов брюшной полости. Понятно, когда вы смеетесь, вы изменяете кровообращение в органах брюшной полости, это плюс. Когда у вас там дисбактериоз, улучшается переварение. Если у вас есть хронический панкреатит, улучшается секреция пищеварительных секретов. То есть, в принципе, тут вроде как все нормально. Единственное что? Что вы должны понимать? Что вот такая тренировка мышц брюшного пресса, да, она может вам дать положительный момент, вы можете там кубики увидеть со временем, если будете регулярно этим заниматься. Но все-таки повышается внутрибрюшное давление. И где вы можете пострадать? Ну, понятно, все, что связано с органами малого таза. То есть, может обостриться геморрой, может обостриться у мужчин простатит, у женщин может любая гинекологическая проблема развиться, обостриться на этом фоне. Почему? Потому что застой крови, это снижение кровообращения, это ухудшение питания, и, соответственно, поднимается любая микрофлора. Поэтому, если у вас после приступа смеха, или после, скажем так, нахождения в веселой компании длительное время, обострился простатит, или там эрозия шейки матки, то это не значит о том, что попала инфекция, а таким путем не попадает. Просто подняла голову та инфекция, которая в это время смогла активно развиться. И вы это должны понимать, что нужно правильно лечить. Кстати, такие варианты лечатся не антибиотиками, а, опять-таки, правильным питанием. Потому что антибиотик на такую инфекцию не воздействует, он ее просто не достанет. Хроническая вяло текущая инфекция, ее нужно доставать совершенно иными путями. Через питание, через повышение общего иммунитета. Потому что иммунитет у вас слабый. У вас сотни инфекций, десятки вирусов в организме. Если хорошая иммунная система, вы о них не знаете. Вы знаете о том, что они теоретически могут быть, и они есть. Но они молчат. Если их иммунная система контролирует, если она сильнее. Стоит вам снизить кровообращение, вызвать застой крови, все, инфекция оказалась сверху, она пошла развиваться. И вы видите обострение. Убить ее на этом фоне здорово, но лучше поднять иммунитет, он сам с этим всем справится. Это его задача, это его функция. Иммунная система контролирует количество бактерий, которые по количеству микробных тел в 10 раз больше ваших собственных клеток. Если количество клеток в вашем организме измеряется величиной 10 в 13 степени, то количество бактерий 10 в 14 степени. Иммунная система это все прекрасно контролирует. Главное ей не мешать. Активно помогать. Поэтому смех тут может помочь. Но главное делать такой контрастный душ. Посмеялись, отдохнули, посмеялись, отдохнули. Вызвали застой крови, убрали. Потому что кроме того, что обостряется геморрой или простатит, или гинекология обостряется, может обостриться варикоз, может простатит, так ненавязчиво перейти в снижение потенции. Разные варианты возможны. Можно просто правильно понимать. Что еще вы получаете, когда вы смеетесь? Вы активируете обмен веществ. Понятно, что вы в принципе создали своему организму такую небольшую физическую нагрузку, активировали обмен веществ, активировали кровообращение. И в принципе это хорошо, потому что вы по биологическому возрасту возвращаетесь назад. Вы омолаживаете свой организм. Помните, с чего я начал? Дети смеются в среднем 80-90 раз в день, взрослые 15. Понимаете разницу? И чем чаще вы смеетесь, тем моложе вы становитесь. И это прекрасно. Единственное, что если у вас есть избыточный вес, вот здесь активацию обмена веществ нужно делать правильно. Потому что если у вас от смеха начнут снижаться килограммы, куда-то деваться, это с одной стороны здорово, но это лишь часть системы. Знаете, в свое время я опубликовал такую систему под названием СССР, где смех ходит одним из компонентов. Одна из букв С это смех. Другая буква С это спорт, тоже физическая активность, только немножко другая. Третья буква С это секс, то есть это активная физическая деятельность при занятиях любовью. Понятно, бороться в постели не нужно, нужно бороться только за хороший гормональный фон и за хороший секс. Когда в принципе деятельная активность в вашем организме будет достаточно приличная и килограммы будут теоретически снижаться. Но вы должны прекрасно понимать, что жировая ткань это не просто жир и калории. В жирах растворяются великолепно пестициды, гербициды, канцерогены, иные химические вещества, которые великолепно там растворяются и до поры до времени лежат. Вопрос, куда они денутся, что с ними произойдет, когда вы начнете жировую ткань уменьшать. Они переходят в кровь, повышается уровень в крови, дальше есть два фильтра. Печень и почки, которые в принципе должны это выводить. Если вы их активировали перед этим, да, прекрасно. Если вы во время смеха активировали только обмен веществ, а по почкам и по печени вы понимаете, что там возникает скорее напряжение в их работе, чем улучшение, вы должны понимать, что смех очень хорош, если он вложен в систему под названием здоровый образ жизни, в котором вы понимаете, что основа здорового образа жизни это правильное питание, достаточное употребление в жидкости, достаточный уровень веятельной активности, тогда все прекрасно. Вы дышите во время смеха чистым воздухом, все прекрасно. Если вы это сделали, тогда эти токсические вещества спокойно через печень и почки покинут ваш организм, и вы смеетесь с плюсом для здоровья. Если же вы досмеялись до снижения веса, а печень вы при этом не активировали, вы не думали, даже не знали, что это необходимо вам, токсические вещества находятся в крови. Спокойно зайдут в любую другую клетку, и вместо спокойного лежания в жировой ткани, они окажутся в любой функциональной активной ткани. Как вы понимаете, пестициды, гербициды, канцерогены и другие токсические вещества никто там не ждет, и они вряд ли улучшат работу вашего организма. Поэтому я бы советовал вам понимать вот эту ситуацию и вкладывать все-таки, понимать систему, что для того, чтобы ваш организм работал, вам не один винтик нужен, а много винтиков. Нужны правильные действия, целенаправленные, последовательные, на протяжении всей жизни. Тогда уровень здоровья будет высокий, и смех будет только плюс приносить вашему здоровью, а не неожиданные минусы. Что еще вы получаете, когда вы смеетесь? Понятно, у вас появляются мимические морщинки. И очень хорошо, когда они вот тут, знаете, в угла глаз, то есть все прекрасно. Вот. Самое главное, что когда вы смеетесь, у вас распрямлялись морщинки вот здесь, потому что отсюда порция характера, когда морщинки находятся в этой зоне, это не совсем хорошо. Вот. И это вызывает серьезные проблемы в вашем организме. Вот. И не следует с ними бороться, ботоксом, другими средствами. Конечно, можно таким образом замаскировать свой характер, расправивая эти морщинки. Ну, лучше пусть они будут, пусть они показывают вам, что, в принципе, ваш организм находится в хорошем состоянии. Ваши собеседники это увидят, и вам проще будет с ними общаться, а им с вами. Поэтому не боритесь с мимическими морщинами. Кстати, с чем еще великолепно борется смех, это со стрессом. Знаете, этот фактор сегодня, ну, наверное, развился в большей мере, чем в любые другие времена. И очень важно понимать, что уровень стресса, смех, снизит. Но это достаточно приличная нагрузка. Я понимаю, что стресс сегодня фактор номер один по причине смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, стресс подавляет активность иммунной системы. А второе место в строчке по причине смертности в развитых странах занимают онкологические заболевания. Онкология это иммунный дефицит. Стоит вам гормонами стресса подавить активность иммунной системы, ждите онкологии. Или зарождение или активное развитие. К сожалению, большинство людей, которые ко мне обращались, они этот фактор не могут сбросить со счетов. У них многое связано со стрессами. Но, к сожалению, не только онкология. Потому что третью строчку занимают инфекционные заболевания. Во многих странах. Некоторые вторую. В Африке первую. СПИД там распространен. Все инфекционные заболевания тоже иммунный дефицит. И стрессы активно подавляют. Во время смеха вы не можете игнорировать прием антибиотиков, если они вам нужны. Но смех поможет вам быстрее подняться. Потому что он уберет фактор, который давит иммунную систему. Это стресс. Это эндокринная система фактически. Но здесь важно понимать опять-таки чувство меры. потому что если стресс подействовал на ваш организм вызвал увеличение вязкости крови. А вы во время смеха активировали определенные группы мышц причем достаточно много. Вязкость крови от этого только увеличится. Поэтому начинайте выходить из стресса с помощью улыбок. Это мягчая нагрузка. Вы уменьшаете нагрузку на свой организм, постепенно восстанавливаетесь, а дальше можете посмеяться над той причиной, которая вызвала стресс у вас. И все будет прекрасно. Резкий такой контраст сделать не стоит. Потому что вы знаете на фоне стресса можно посмеяться и до потери сознания. Потому что вязкую кровь качать сердцу по тем сосудам, которые у вас есть. Атерослероз сегодня у мужчин стартует в 20 лет, у женщин с 35. Хотя раньше этот диагноз был характерен для людей после 60. Поэтому нужно понимать, что многие болезни очень омолодились и стресс может проверить их. Вернее не их, а ваш организм на устойчивость в этих условиях. Вы знаете, уровень инфаркта в диапазоне 20-50 лет отличается в 100 раз. То есть если на 100 тысяч человек в 20 лет умирает от инфаркта в год один, то в 50 уже 100. Это серьезно. Серьезная добавка. Вы должны это понимать. есть определенные возрастные периоды, когда очень опасно смеяться без предварительной подготовки вашего организма. Потому что есть много ситуаций, много состояний, которые накладывают света на смех оставляют вам только улыбки. Если вы хотите жить дольше и лучше, вы должны понимать, что лечить заболевание нужно не за 3 дня до смерти, а лучше за несколько лет до их возникновения. Профилактика она всегда дешевле лечения и выгоднее. Потому что профилактика идет на высоком уровне здоровья. Когда ни стресс, ни смех, ни секс, ни спор не ставят ваш организм на грань выживания. А вот когда вы больны теми или иными болезнями, они очень серьезно вас ограничивают. Если вы не знаете, даже порция в несколько анекдотов может стать последним в вашей жизни. Поэтому смех продлевает жизнь, только абсолютно здоровым. Если вам нужно узнать свой уровень здоровья, не вопрос. Если вам нужно его повысить, не вопрос. Вы видите контакты, вы можете по ним легко обратиться. А заодно не забудьте отправить это видео своим друзьям и знакомым. Пусть они тоже посмотрят на смех немножко с иной стороны. Не только плюсы. В каждой системе есть плюсы и минусы. Знаете, ток течет, когда есть плюсы и минусы. В каждой системе нужно понимать и положительные и отрицательные стороны правильно их использовать. Тогда даже заливистый смех будет только пользу приносить вашему здоровью и позволит вам посмотреть еще не одно видео на моем канале. А я это видео буду заканчивать и подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долгодицы. с видео